Вы отказываетесь мне дать заверенные в результаты осмотра за 22-24 марта? Я не отказываюсь вам выдаваться. Вы отказываетесь. Только сейчас вы отказались. Нет, почему? Я прихожу к любому участковому терапевту и говорю, пожалуйста, можно мне распечатать данные анализов? Спокойно распечатать, без вопросов заверяет и поставит печать. Почему я не могу ваш осмотр распечатать и получить? Для, так сказать, необходимых целей установления инвалидности, обращения в другие учреждения. Для установления инвалидности ваши документы переданы. Ваши документы переданы. Какие у вас еще есть? Мне позвонили вчера из медицинской экспертизы. Во-первых, я запрещаю меня снимать. А это не имеет значения, я имею право как пациент. Вы мне отказываете в медицинской помощи. Я не собираюсь участвовать в видеосъемках. Пожалуйста, выключите. Мне позвонили вчера из медико-социальной экспертизы. Вчера 20 апреля. Я у вас был 22 марта, 24 марта и 25 марта. Они сказали, что у них нет заключения кардиолога. Я очень удивился, так как передавал документы, медико-социальную экспертизу через вас. Это было 25 марта, а сегодня 21 апреля. Вчера 20 апреля мне позвонили, сказали, заключения кардиолога нет. Я это расцениваю как халатность и сознательную. То есть вы это сделали, потому что вы не могли не дать. То есть я прошел по вашему направлению 4 специалистов. Хирурга, офтальмолога, уролога и врача общей практики. Они дали свое заключение отдельными бумажками. Ваш монолог окончен. Снимать меня я запрещаю. Прошу вас покинуть кабинет. Нет, не покину. Пока вы мне не заверите мои документы. То есть осмотр кардиолога 22-24 марта прошу. То есть я зашел к кабинету, вы сказали мне, вы заверите. Вы не стали же говорить, что... Вы дается на руки только по форме определенной выписки из амбулаторной карты. И если вы настаиваете на документации, я вам выдам выписку из амбулаторной карты. Давайте выдайте мне выписку из амбулаторной карты. Сейчас я жду. Она будет оформлена и выдана? Когда она будет оформлена? Я пришел специально для того, чтобы получить заключение кардиолога, которое отсутствовало в документах, поданных на установление инвалидности. То есть вы кардиолог, единственный кардиолог в нашей поликлинике. Третий филиал поликлиники номер 220. Департамент здравоохранения Москвы. Полякова. Наталья Александровна. Другого у нас кардиолога нет. Я был у вас все время на приеме. И оформлена документы на инвалидность через вас. Когда я сейчас зашел в кабинет и сказал, да, я сейчас вам заверю. Я был сейчас у заведующего поликлиника. Она мне сказала, что вы можете заверить. Никаких проблем заверит вам тот, кто давал это заключение. Это из личного кабинета выписка. То есть ваше упорство и нежелание подписать документ, который вы фактически, он находится в личном кабинете и в ЕМИАС. Да, то есть очень странно. И наводит на размышления. Я должна проверить, что вы там напечатали. Ну, пожалуйста, проверьте. У вас это все есть в личном кабинете. Проверьте. Хорошо. Я это ведь не набрал на компьютер. Я зашел в госуслугах. Есть личный кабинет, есть электронная подпись. И прекрасно пользуюсь. Так что супруга мне помогает, распечатывает. Потому что я принтером пользуюсь плохо. Он у меня не работает. Вы сейчас мне при свидетелях отказываетесь дать заключение. Это нарушение закона. Да, ну вот два ваших осмотра я хотел бы получить, чтобы они были вот в таком виде, как они есть. Просто удивительное дело, что мне звонят, они говорят, а мы не знаем, они может забыли дать заключение. То есть мне совершенно четко было сказано, я у них еще получу эту, естественно, бумагу. Мне было сказано, что нет осмотра кардиолога. Я говорю, как? Я через кардиолога оформлял вообще все документы. То есть как может быть? Она говорит, они даже забыли положить. То есть вы, говорит, выясняйте с Аветисян, да? Дианой Карленовной, заведующая филиалом, через который как раз вот, который ответ и пришел. Я у нее сейчас и получил этот ответ на руки. Так что там тоже написано, в общем, собственно. И эту же информацию они мне подтвердят. Поэтому ваши попытки сказать, что вы туда посылали, так сказать, ваше заключение, они... Это, мягко говоря, неправда. Если не сказать хуже. Зачем вы так все это переворачиваете? Я переворачиваю. Это должностой подлог называется. Потому что вы мне вчера звоните вечером в 28 часов вечера, да? И таким фельдфебелем с кемтоном мне говорите, приходите, приходите, приходите. Нет, с таким тоном со мной вообще никто не разговаривает. Я был вообще поражен искренне. У меня после общения с вами сердце начинает болеть, а давление скачет. То есть ничего удивительного. Понимаете? У меня, вот я когда в покое, то есть я себя чувствую вообще неплохо. Только физическую нагрузку не в состоянии переносить. Вот. То есть это и определяет ограничение моих способностей. Но при общении вот с некоторыми, не со всеми, но с некоторыми сотрудниками вашей поликлиники, как бы у меня там и сердце сейчас, у меня и сейчас болит оно. И давление, вот вы померили, 160 там на сколько там, на 90 было. Как будто я вообще, как будто вообще инвалидность, вы мне будете его плачивать. И вообще поражает это отношение. Абсолютно, да, никакого элементарного, да, то есть профессионального участия, да, вот, как бы в судьбе пациента я вообще не вижу. То есть палки в колеса только вставить. Вы, с самого начала, когда я пришел и сказал о том, что оформлена декоративная инвалидность, вы меня точно встретили так же в штыки. А на каком основании, а что, как будто в ЕМИАС там нет у меня всех выписок, там многососудистого поражения коронарных артерий, третий функциональный класс недостаточности, серднокородия, ЭБС, гипертоническая болезнь, там полный пакет. Я, как бы, не жажду, да, получить инвалидность, я просто сейчас не могу работать, вот, проблема в том. А так как я индивидуальный приниматель, я не могу получать больничный лист. Мне его никто не оплачивает. Налоги с меня берут. Ну, отлично. Документ называется... Это аналогично, я тоже из той же медицинской картины. Пожалуйста, пожалуйста, конечно, да. То есть вы нам не доверяете, а мы вам должны доверять. Хорошо. Ксения Михайловна, прочитайте, сверьтесь. Пожалуйста. Выписка называется из вашего осмотра сегодняшнего. Слово-слово, да. А почему сегодняшний, а почему вот затеянность? У вас явность не поменялась. Понятно. И самочувствие стабильное. Нет, я хотел получить данные осмотров месячной почти давности, 22 и 24 марта. Понимаете? Я не имею права на это. Почему? То, что я у вас был вообще месяц назад, когда подавал документы на инвалидность. И вы меня осматривали. 24? И 22-го я был, 24-го у вас был. Поспечатали. Вот. 25? 25? 25? 25? 26? 26? 26? 24? 28? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...